Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу битка. Естественно, что у нас происходит? Волатильность продолжает расти. Доминация биткоина поперла наверх, но это значит, что биток выкупают. Доминация эфира хоть и просела в моменте, но, как вы понимаете, она уже тоже подрастает. Доминация бинги тоже подрастает. То есть очевидно, что киты закупаются. Доминация альтов якобы падает, но, как мы видим, это падение вообще незначительное, если брать даже в глобальном плане. То есть здесь откат всего лишь те же там 6% на все альты. Доминация USDT, если открыть, то, как вы наблюдаете, наблюдается просто. Наблюдайте, наблюдается. Короче, соизотоптология у нас отскок, ну и не более того. Далее, получается, у нас говорят, что следующая отметка у нас 70 тысяч. Биткоин протестировал 68. Ну, как вы понимаете, естественно, ожидаемо было. И вот этот клин, болтовня может идти у нас вплоть до халвинга. И после этого, я думаю, будет, скорее всего, может быть коррекция 20-30% еще раз. Ну, это уже, скорее всего, будет она либо около халвинговых дат, либо уже в мае, да, раз в 2-3 месяца, как и обычно. Далее у нас получается то, что IntoTheBlock заметили приток новых трейдеров, мемкоины, ну и, конечно же, нас начинают загонять, рассказывать, что, ребята, мемы это наше все, надо покупать мемы. Ну, а по факту, конечно же, это рассказывается с той целью, чтобы вы закупали их на хаях. Далее у нас AirDrop VamHall, монета W, да, получается, привлек внимание мошенников, и токен упал на 20%. Ну, на самом деле, упала на 20%, потому что весь рынок скорректировался. Ну, и плюс, видимо, те, кто получили монеты с дропов, они, конечно же, откупили ее. Ой, откупили, блядь, слили. И, конечно же, после этого цена упала. Я думаю, с этим понятно. Поэтому паниковать здесь явно не стоит. И, естественно, все биржи, топовые, в том числе Binance, раз залистили данную монету, и я ее тоже буду откупать. Откупать ее либо нет, я, в принципе, говорил вчера, вы можете и сейчас это делать. Но, в принципе, в идеале дождаться некой консолидации, да, в каком-то боковичке, как это, допустим, было по монете, ну, вот любую там взять, не знаю, NFP монеты или там Юпитер. То есть нечто подобного дождаться, хотя бы, ну, здесь мы сколько постояли, давайте глянем примерно. Здесь мы постояли где-то даже месяц, ну, пускай даже неделю-две, хотя бы пускай она отстоится, и тогда можно о чем-то говорить. А если же нет, ну, тогда, как вы понимаете, нужно наблюдать. Ну, и альты, естественно, сейчас палили, то есть многие сейчас на панике будут сливать свои монеты, потому что думают, о, все, альтезона не будет, надо продавать, там, все, паника, блядь. Но, по факту, у нас, кстати, новый лаунч пул на Binance еще, этот Saga называется, и данный проект также был у нас в автодропах от Legends Group, и, как вы наблюдаете, то есть многие проекты, которые в дропах, они листятся на лаунч пулах, и это тоже, скажем так, не совпадение, потому что, ну, многие монеты тут, кстати, показывают, якобы сага какая-то есть, но это другая сага, тут можно тикер создать как угодно, поэтому имейте в виду. Далее у нас, получается, в сети Bitcoin Cash состоялся халвинг, и, как вы понимаете, естественно, в преддверии халвинга Bitcoin Cash рос на опережение, ну, и, в принципе, сделал небольшой откатик в районе 20% вот во время халвинга, ну, и после этого цена дальше пошла расти вверх. И, как видите, уже монета отросла на ТХ с момента рекомендации, но если вы покупали вообще на дне, то вы имеете около 5,5 иксов, в принципе, вы особо-то ничего и не потеряли, то есть, по большому счету, здесь был, да, был памп на ТХ, но то, что вы там недозаработали, немножко это некритично, здесь накопление было полгода, можно было смело закупаться, если кто телился, ну, ребят, это был ваш выбор, да. По поводу, кстати, доминации Bitcoin Cash, как вы наблюдаете, она уже постепенно отрастает, и она может в легкую восстановиться, и самые большие накопления, кстати, были в том числе в 2025 году, но по поводу вообще в целом данной монеты, стоит ли ее брать, ну, сейчас, конечно, уже поздновато, то есть, она уже подходит к уровню сопротивления, к уровню, скажем так, прорыва и нового тренда, ну, как мы понимаем, в долгосрочной перспективе данная монета может сходить вообще запросто и на 4 тысячи долларов, ну, многие скажут, что это хуйня, но тут с этих отметок осталось буквально долететь около, сколько там, 5 иксов, это вообще для нее не проблема, ну, из дна, получается, она даст около где-то 35 иксов, но если вы покупали, допустим, вместе со мной вот здесь, ну, примерно, да, то вы заработаете, ну, около 15-20 иксов, если сделаем перехай, то может быть и больше, ну, в принципе, монета старичок рынка с 17-го года, поэтому будем посмотреть, что называются, такие дела. Далее, получается, у нас доля Lido Finance, у нас LDO в стейкинге эфира сократилась до 29,6%, ну, и недавний приток новых стейкеров, да, сократил долю Lido Finance в сегменте с 32% до 29,6%, и об этом свидетельствуют данные в дашборде DUNE, вот, ну, и, как мы понимаем, то, что вот эти пугалки в отношении эфира и LDO, вот, а как сделано на базе эфира, естественно, тоже пугают нас, и, ну, не нас, а толпу хомячков, и вот, коррекция в те же там 35-40%, конечно же, делается с той целью, чтобы вы не закупались, но данная монета имеет перспективу и будет однозначно расти, поэтому можете не париться на это что. Далее у нас CDFI AI, какая-то совмещенная тема DeFi и AI сектора, у нас говорят, что 10 тысяч долларов в токенах CDFI, я так понимаю, airdrop у нас будет, ну, и, по сути, для данного ивента надо подписаться на профиль в Твиттере, сделать репост и отметить друзей в комментах, поэтому, ну, может быть, вот эта тема CD, DeFi AI будет следующим трендом, поэтому имейте в виду. Далее у нас, получается, Franklin Templeton, фонд, который подал у нас на Bitcoin ETF, да, говорят, что Ordinals возродили развитие инноваций в биткоине, я уже рассказывал, что тема Ordinals, да, она на базе сети BRC20, она будет иметь популярность, поэтому можете в этом даже не сомневаться. И та же тема на Coinbase, да, то, что у нас на базе Base будут проекты делаться, то есть однозначно имеет смысл к ним присмотреться, поэтому обратите пристальное внимание, уже я за это рассказывал, и, в принципе, если перейти вот к Base, у нас имеется Base ecosystem, то, в принципе, можно заглянуть, что многие проекты делаются в основном мемы сейчас, есть у нас Cyber Balancer, которые я также советовал, поэтому тоже обратите на них внимание. Далее, что у нас еще? То, что у нас, опять же таки, упоминается FTX, и якобы там какое-то пособничество было, ну и, по сути, естественно, обвиняют Сэма, и говорят, что 25 лет, все дела, доказательства передачи 10 миллионов там каких-то, ну и по факту. Ну и у нас Сэм Бэнкманфрид заявляет, что он якобы не знал о незаконности кражи денег клиентов, ну и типа использования их в собственных целях, ну и на данном этапе, ну как бы мы понимаем, что это, ну, такое себе отмазка. Ну и, естественно, тот же FTX упоминается с той целью, чтобы, конечно же, вы и испугались, вы не закупали крипту, и думали, что сейчас будет дамп на те же там 15 тысяч долларов и так далее. Ну и, в принципе, тот же токен FTT продолжает падать после пампа, поэтому, ну, не знаю, я лично не беру его, у меня многие спрашивали, есть ли смысл брать там тоже Таралуну. Вот, я лично, ну, как бы смысла особо не вижу, может быть, это Параша и выстрелит, но, как вы понимаете, естественно, риски по ней высокие, и не факт, что она вообще что-либо покажет, то есть это сверхвысокий риск, может быть, на шару как-то она что-то и покажет. Иксов 5-10, ну, может быть, и больше, но по факту она иксы показывала до этого, поэтому кто хотел фиксануться, мог это сделать перед этим, да. Далее у нас, получается, сторонники золота вдохновились коррекцией биткоина и рассказывают, что вот, ребята, надо покупать, конечно, и Питер Шрифт начал сразу там что-то тявкать и рассказывать, что вот, ребята, золото надо покупать, золото по 2-300 на хаях, конечно же, когда золото уже, сука, отросло. И нефть, кстати, прошла, пошла вверх, и я об этом тоже предупреждал, что покупайте ее на дне, кто хотел. Вот, ну и золото уже, как мы видим, подросло с 1800 до 2300, ну, это вообще как бы рост не особо, но та же нефть, она уже тоже попидорила в рост, и я рассказывал, что она однозначно пойдет и уже плюс 23% зна, и вот эти отметки донные такие же, как и были до этого там в 21-м году, в 23-м, поэтому кто хотел, можно было закупиться, ну и золото, ой, нефть, я думаю, пойдет на перехай, так как у нас уже бычий цикл начался, я думаю, с этим понятно. Далее у нас говорят в сантименте, что определили самые популярные токены, это у нас Вармхолл, это НЛЭПС и Вейвс. Ну, насчет Вейвса не знаю, потому что Вейвс это такая полускамная монета, на самом деле, с алгоритмически стейблом USDN и непонятной платформой. Да, в моменте там тот же Вейвс дал уже около, сколько там, 3,5 иксов, но сейчас она укатывается вместе с остальным рынком, и не факт, что она что-либо вообще покажет. Вармхолл еще и ладно, Этена, Йена я тоже показывал вчера в ролике, что данную монету холдит Binance, поэтому я сейчас, естественно, рекомендовал вот эти на зеленых палках, вот этих не закупаться, и как видите, уже коррекция в 30%, поэтому кто хотел, тот мог этого дождаться, да, и, соответственно, не торопиться. Ну и в сантименте определили самые популярные токены, ну и Вармхолл логично, потому что там дроп Этена, ЛЭПС логично, ну а Вармхолл, не знаю почему, они считают так, что вот у нас оказался токен, актив набирает популярность за счет стейблкоина, но и Таина, и там еще инвестирование в полуликвидности какой-то, ну в общем такое. Binance прекратит поддержку биткоин-надписей на NFT-платформе, ну и, естественно, вот это вчера был тоже относительный негатив, и многие думают, что вот, на базе протокола ординалов, и вот, соответственно, так как они прекращают эти разработки, то, конечно же, многие переживают за это, говорят, что вывести средства надо до 18 мая, ну а может к 18 мая все это отменят. Далее Binance у нас устранила проблему автоматической отмены P2P ордеров, и, как вы понимаете, там почему-то отменялись ордера из Украины, пожаловались на невозможность совершить P2P сделки на локальном рынке, и совпадение, да, что это именно на донных значениях по альтам, то есть банки блокируют переводы, также блокируют P2P средства, и это, в частности, происходит в странах СНГ, в Европе в том числе, особенно в Германии, я слышал, жаловались люди, в США тоже, ну то есть, и, как вы понимаете, ну, случайно, да, совпадение, а как вы понимаете, когда все отрастет, то эти транзакции уже откроют, и у вас будет возможность купить и на обменниках, и на P2P, и так далее. Конечно, пока альты в просадке 70-80-90% от хая предыдущего цикла, вам не дают купить, а как только они отрастут, вам скажут, ребятки, покупайте, милости просим, да, вот. И при создании ордера на продажу USDT за гривны, система автоматически аннулировала его, и проблема наблюдалась в течение нескольких часов, ну, как видим, уже все исправили. Далее у нас в Ванек спрогнозировали капитализацию LR2 токенов на эфире в 1 триллион. Ну, и, в принципе, это намек на то, что эфир ETF тоже будет принят, потому что Ванек подавала и уже одобрили ей ETF на биткоин. PayPal у нас расширил использование PUSD, то есть их собственного стабилкоина, на международные платежи и переводов в XUM. Ну, XUM это не кошелек XRP, а это просто другой через 2O, да, не через U. Ну, и, как вы понимаете, на данном этапе они тоже планируют листиться, и, кстати, уже залистились на CoinMarketCap, вот, и имеет капитализацию 190 миллионов долларов, ну, объемы пока что, я так понимаю, милипиздические, 13 лямов, ну, как вы видите, вровень они стоят с тизером, с DAI, с USDC, с другими стейблами, ну, если их можно таковыми назвать, ну, поэтому PayPal, может быть, что-то и проявит. Власти Парагвая предложили запретить майнинг в стране на 180 дней и совпадение на полгода, вот именно пока все отрастет, да, пока все на днище, вот надо отменить, ну, совпадение, да, и видите, опять же-таки запрет майнинга, классика жанра на коррекции. Bloomberg говорит, что колебания курса биткоина вызвали торговые боты, да, ну, понятное дело, что это все искусственный интеллект и так далее, но вот говорят, что якобы это у нас не фонды, это, конечно же, какие-то боты, а может еще и мошенники, да, вот. Далее у нас, получается, Виталик Бутейн предложил ввести систему штрафов для крупных валидаторов, не знаю почему, но, говорит, представил новый подход, направленный на усиление децентрализации платформы путем введения штрафов за одновременные сбои между валидаторами, ну, и, по сути, почему же Виталик Бутейн комиссии не отменил? Ну, потому что он заработал на них 1 миллиард за этот год, с начала этого года, чтобы вы понимали, миллиард на комиссиях только с эфира совпадения, да, поэтому он их и не отменяет. Ну, капитализация, это мы услышали. Далее у нас Google подал в суд на разработчиков мошеннических схем и предложений для криптотрейдинга, ну, и тоже, опять-таки, говорят, что подали на двух разработчиков из Китая и Гонконга. Ну, и опять Китай и Гонконг у нас тут как тут. Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного топ-менеджера. Ну, и, по сути, опять-таки, это тоже негативчик в сторону Binance на коррекции совпадения, да. Питер Шипп у нас говорит, что у биткоин-холдеров осталась последняя попытка продать свои монеты. Ну, и, по сути, скорее всего, многие люди воспринимают это как призыв в действию, да, ну, кто без мозгов, и, соответственно, думают, что надо еще и альткоины сливать. Ну, и по факту он говорит, что внимание, биткоин-холдеры, возможно, у вас последняя попытка продать свои монеты и купить немного золота. Ну, конечно, блядь. Биткоин на хаях, типа, не надо покупать, а вот золото на хаях надо, да, то есть, а в чем разница тогда, если ты что-то, что-то покупаешь. Ну, у биткоина, как бы, шанс вырасти хотя бы на 2Х еще есть, да, и то, как бы, ну, поздно его брать, я считаю. Но, блядь, золото, которое растет там на 2Х раз в 100 лет, ну, какой в этом смысл? И последняя попытка продать и купить немного серебра и золота по выгодным ценам. Блядь, ну, спасибо, выходная цена, шо пиздец. Если будете бездействовать, получайте удовольствие, оставаясь бедными. Ну, спасибо за совет, за то, что он делает людей еще беднее и дает нам сигнал, что не нужно ничего продавать, а надо холдить, да, и это специально вытруска слабых рук из рынка. Далее, биткоин-депот собирается развернуть сеть криптоматов в Австралии. Тоже бычий сигнал. Далее у нас мужчине донатят для покупки козы, чтобы он дал им имена криптобизнесов. Ну, это вообще такая уже ахинея, это ворткоин у нас определила как-то, ну и, по сути, донатят ему по 100 долларов, получая аэкдроп и назвал Сэмом в честь соучредителя Сэма Альтмана, а я думал, Сэма Бэнкмена Фаида. Вот, поэтому ну и далее прогнозируют рост доги коин до доллара и вот почему. Ну и на самом деле я уже показывал, что у нас формация такая же вот этот треугольник, ну и в дальнейшем у нас, может быть, будут проекты, связанные на доги, создаваться. Далее у нас ошибка новичка, говорят, что Хавьер Милея критикует за позицию к биткоину. Это у нас новый президент и советник президента Наиба Букелли. И, как вы понимаете, это у нас президента Аргентины. И его начали критиковать Макс Кейзер, который тоже рассказывал, что Солана на 20 долларов упадет, биткоин тоже укатается. Ну и, как вы понимаете, его прогнозы не сбылись. И Солана попидорила на 200 долларов, да, со 100, а не на 20. И, по сути, в отношении крипталюта эксперт назвал экономический план ошибкой новичка, ну типа ошибка выжившего, да, там, ну и, по сути, якобы, что он зря топит за крипту. Из-за ошибки в коде протокола Лидо нельзя вывести Солану, но это мы уже тоже слышали, поэтому скорее всего, это сеть Соланы залагала, а не Лидо. Вот. Криптовалюты опережают интернет, получается, по скорости распространения. Ну и, как мы понимаем, естественно, это положительный сигнал в долгосрочной перспективе. Ну и вот почему-то у нас поведен тут получается биткоин, рипл, лайткоин, зеткэш, эфир. И в такие дни, как 2 апреля, помните, что принятие крипты происходит в 2 раза быстрее. Помните, что к концу 25-го года ими будут пользоваться около 1 миллиарда человек. Ну и это тоже положительный сигнал в долгосрочной перспективе. Далее у нас говорят, что аналитик советует готовиться к падению курса биткоина в апреле. Вот. Ну кто-то мне там написал в комментах, что вот там Саня, мне уже несколько человек за это сказали, что ретроградный Меркурий там что-то. Я лично в астрологию, в астрономию не верю, да, но, скажем так, может быть отчасти оно и влияет. Но по большому счету, я думаю, это самовнушение. А как бы, что тогда мешало, ну, почему тогда биткоин пока не было вот этого Меркурия, да, почему он в 22-м году падал, там что, Венера не в той фазе Луны, блядь, или что-то еще. Ну, то есть я в этот бред особо не вдаюсь, да, и по сути, может быть, оно и работает, но лишь как дополнительный фактор. Поэтому и лунные циклы, может быть, действительно, да, оно имеет место быть, но брать это за аксиому и за чистую монету, ну, как для меня это, ну, надо клиникой обладать, да, вместо мозга. Поэтому, ну и говорят, что изменение курса ТАО, биткоина в преддверии Халвингу, и причем тут вообще новая монета ТАО, и, типа, преодоление предыдущего исторического максима, и вот говорят, что сказали якобы до 20 апреля, а вот намечено до 19-го у нас может падение курса быть. Ну, это, конечно, вполне все возможно, но может быть просто пугалки, чтобы вы не закупались. Далее у нас полузащитник Манчеркстер-Сити, да, стал амбассадором криптобиржи ОКЕКС, ну, это вообще не показатель, я считаю, потому что, естественно, ну, за бесплатно он это делает, ну, конечно, да, за бесплатно, ага, надейтесь, за идею, да, ага, вот, поэтому можете на это не надеяться, и те, кто там думает, что кто-то там становится амбассадором просто так, ну, для меня это смех. Далее у нас на блокчейне капитульта Биткоин Кэш состоялся второй халвинг, да, ну, и по сути награда уменьшилась с 6.25 до 3.125, вернее, 6.5 до 3.125, и, как вы понимаете, что Биткоин Кэш на этом фоне продолжил расти. Далее, получается, у нас причиной падения курса биткоина может быть активность торговых ботов, но это мы тоже уже слышали. Далее у нас недооцененные альткоины, которые готовы взлететь в стоимости. Ну, и давайте же глянем, что это, это Бласт, конечно же, Ада Кардана, Юнисваб, Эваленч и Полькодот. Кстати, я вам хотел показать бонусом две монетки, которые сейчас стоят в хорошем накоплении, да, и можно их подобрать. Это вот, кстати, та же Кардана, вот, сейчас она в нем стоит, и вот здесь у нас имеется боковичок уже почти 4 месяца, поэтому коррекция в районе 25-30% уже имеется. Элронт, давайте глянем, вот у нас тоже боковик, и, в принципе, данная монета, если полностью взять, то здесь около 5 месяцев, если взять локально, ну, где-то от 3 до 4 месяцев мы стоим в боковике, поэтому вот этот боковик, который здесь вы видите вот так вот, да, ну, если глянуть, вот он плоско, если смотреть, то, в принципе, даже сейчас, даже с текущих отметок вы можете потенциально заработать от 10x выше, поэтому сейчас вот эта коррекция по альтам в районе 30%, это вполне адекватно, поэтому пугаться здесь не стоит, и те, кто сейчас боятся, очень даже зря. По поводу там Юнисвапа и Полькодота, ну, давайте глянем. Юнисвап сейчас тоже, ну, как бы, я не тороплюсь закупать, потому что у нас локальный хай, ну, а вот тот же Полькодотку, Заму, можно, в принципе, прикупить, и те, кто там обсирается, очень даже зря, потому что 30% нормальная коррекция, тем более на бычьем рынке, я думаю, с этим понятно. Далее у нас что еще? Морган Стэнли и ЮБС готовят предложить клиентам Биткоин ETF, ну, и совпадение, да, Морган Стэнли и Джипи Морган, которые отопили, что Биткоин это херня, сейчас они уже готовятся подавать заявки на ETF, совпадение, да. Исследования показывают, что трейдеры выбирают новички, мемкоины, ну, потому что они дают быстрее прибыль, и народ же хочет халявы, разогнать депозиты и так далее, поэтому оно и логично. Далее у нас Трон, чаще других сетей, используют, говорят, что якобы в незаконных транзакциях, ну, и мы это уже тоже неоднократно слышали, новость дублируется еще раз, поэтому хотят заблокировать у нас USDT в сети TRC20 или USDT вообще, ну, это специально гониво, чтобы вы обсирали штанишки. Далее на этой неделе новые токены, которые попадут на бирже, прибавят цене. Это у нас смог, нам говорят на мекси, потом, соответственно, грин биткоин вот, и еще, может быть, какие-то монетки, которые могут запуститься, поэтому имейте в виду, вполне это возможно, и уже появится на юнисвапе, ну, а по поводу смога, уже он вышел на мекси, да, давайте глянем. Ну, естественно, сейчас сходу он укатался сразу же после листинга на те же там 20%, но, может быть, в долгосрочной перспективе себя покажет, поэтому давайте глянем ради интереса. Вот у нас есть смог, это какой-то динозаврик, то есть у нас какой-то новый тренд, 67%, и, кстати, сделан он на базе Соланы, а мемы на Солане сейчас в тренде, и плюс у нас есть сеть эфира, 56% монет в обороте, ну, и, как видите, она уже дала знать где-то около 4 иксов, то есть она, скорее всего, была на дексах по типу радиума и юнисвапа, ну, а сейчас залистили ее на мекс, но, в принципе, сейчас монета в боковике, и в боковике она, кстати, уже где-то около почти месяца, даже почти двух, и, как мы понимаем, может она и показать какой-то потенциал, ну, не двух, но месяц, да, где-то. Вот, далее, что у нас еще из такого интересного, то, что, получается, венчурные инвесторы, как говорит Майк Новоград, снова заинтересовались криптостартапами, ну, и теперь он призывает, что, типа, давайте соберем бабки, лямчик долларов мне, потому что мне надо срочно бабло, вот, такие дела. Далее у нас по поводу негативных новостей, что я вам хотел показать, то, что нам начинают рассказывать, что киты якобы покупают инжектив, ну, конечно, 25 лямов долларов и влияние на цену, но мы же понимаем, это специально гонимо, чтобы вы залетели на хаях в эту монету, которая дала уже 35 иксов. Прогноз Ванек говорит у нас, что сети Лайк 2 достигнут оценки 1 триллион, но это мы тоже слышали, это намек на ETF. Две причины, по которым цена Фантома может упасть еще на 40%, но, как вы понимаете, видите, нам предрекают дальнейшую коррекцию, ну, и, по сути, уже там у нас в районе 40% коррекция произошла, ну, и говорят, что может появести еще больше коррекции, вот, там больше продавцов, усиление давления, ну, это все пугалки. Цена Алгоренды, который ни разу не упоминался в новостях, да, до его роста и даже сейчас особо не упоминается. Может упасть до 20 центов после преодоления поддержки и бычий исход вероятен, но, как мы видим, находится выше облака Ишимоку и теряет, а, теряет интерес новых инвесторов, проводит снижение количества адресов. Ну, конечно, интерес теряется тогда, как только цена падает. Ну, и далее у нас коррекция 30%, поэтому говорят, что упадем на 20, ну, до 20 центов это падение где-то в районе 38 центов, поэтому имейте в виду, что в ближайшее время могут это все дело выкупить и не факт, что до сюда цена прям дойдет. Поэтому сидеть в ожидании, ну, непонятно чего, я все-таки не стал бы. Мем-монеты стали самым прибыльным крипто-нарративом, то есть настроением в первом квартале 24-го года. И, конечно же, нам говорят, что RVA, AI и мемы это главные тренды, которые дают иксы, ну и, конечно же, рабы туда залетают на хаях. Цена WorldCoin может упасть ниже 6 долларов. Ну, давайте глянем. Я, в принципе, говорил, что там может особо падения не будет, ну и ниже 6, это получается, нам говорят, ниже этой отметки. Но, как мы видим, это ключевая отметка. Если мы ее сломаем, то это будет слом тренда. Но пока что я этого не вижу. Эти пугалки специально у нас, видите, по всем монетам рассказывают, что у нас там кейс смерти, то по XRP, то по Uniswap, то там по Doggy, то там еще почему-то, то по WorldCoin. И везде у нас кейсы смерти. Ну, это, конечно, все забавно слушать. Далее у нас центральные банки и 7 вообще банков объединяются для пионерской токенизации в финансах. Но это тоже у нас BMR из 7 центральных банков инициирует проект Тогора. Но это мы тоже уже слышали. Цена протокола NERC готовится к крупной консолидации. Вот у нас консолидация. То есть будет боковик. Ну и указывает на то, что интерес покупателей может остывать. Вот. Ну, конечно же, нас продолжают пугать. То есть интерес остывать. Ну, а здесь имеется боковичок и тоже такой вымпел, да, который может потом у нас выстрелить в одну из сторон. Может быть, даже вниз. Но пока цена, кстати, держится бодричком. И тот же Bitcoin Cash растет. Также многие другие монеты там по типу Verge, которая также у нас росла. Ну, сейчас корректируется вместе со всем рынком. Но, как видите, уже 5x в моменте давало. Я ничего не фиксировал, потому что еще рано. BNB демонстрирует признаки восстановления и привлечет новых инвесторов и новый годовой максимум. Ну, как видите, тот же BNB, он у нас особо не падает. И эффект в том числе. Поэтому те, кто там устраивает вот эти пугалки. Видите, кстати, на многих альтах формируется ну, вымпел вот этот, который может прострелить у нас в одну из сторон. Поэтому будет брить ее однозначно. Вот. И самое интересное, кстати, тот же индекс страха и жадности показывает, что якобы у нас у народа жадность. Чуть ли не 80%. Но если посмотреть более реалистично, 62%. Ну, я лично даже в это не верю. Ну, а по поводу ликвидации. Вот у нас ликвидация шахтов по биткоину. Также лангов по альтам. Поэтому как вы наблюдаете, большинство все равно пытается шахтиться чем-то биткоин. Не знаю, в чем смысл. Но это их дело. Вот. Ну и BNB, конечно же, нам рассказывают, что надо нам ждать роста и пора покупать по 600 баксов. По 200 же не покупалось. Coinbase становится первой международной криптобиржей в Канаде. Это тоже положительный сигнал. Но, несмотря на проблемы с регуляцией, видите, топовая биржа. Совпадение, да? Вот. Далее у нас биткоин и судсек же. Там еще опять пизаново идет. Биткоин снова не упадет ниже 600 тысяч, говорит план B. Ну и, по сути, говорит, может повысить 200 тысяч долларов, а то и 500. Но я считаю, что это бред. Поэтому какие там нахуй 200 или 500 тысяч. И, как вы понимаете, что на самом деле это, ну, значение не имеет. Потому что эта цена, скорее всего, не будет достигнута в этом цикле так точно. Вот. Это, конечно, реально, но, как по мне, пока что маловероятно. Ну, а ниже 60, я тоже особо не жду. Потому что те, кто там ждут по 50 тысяч, ровно 60, они этого могут не дождаться. Понимаете? Могут не дождаться. Сокращение сетевой активности. Арбитрум останавливает рост цен. Ну и спровоцировал кейс смерти. Опять кейс смерти, да? То есть до этого вот у нас кейс смерти, блядь, WorldCoin, кейс смерти алгорент, там, еще там что-то. И вот нам рассказывают арбитрум. И у нас спровоцирующий, вот именно кейс смерти спровоцировал. Не общая, не всеобщая коррекция рынка, блядь, кейс смерти, нахуй, да? Вот. И у нас арбитрум продолжает падать. Я говорил, да, это может быть дно, но, как видите, китейш или иначе, но это наоборот заебись. То есть больше хомячков вытрусят это первый плюс. И второе, соответственно, тем сильнее мы потом полетим и внезапно. Ну и плюс возможность докупиться по скидкам. И у нас 3 месяца накопления как-никак здесь имеется. Поэтому даже сейчас 40% от хая. Сейчас идеальная возможность арбитрум докупать и усреднять, если вы этого не делали. Далее у нас мемкоинбонд готов возобновить ралли быков. И, конечно же, нам рассказывают, что пора его покупать. Он же дал 100 иксов, поэтому надо же его тайть. Ну, нахуя непонятно. Какое тут ралли быков? Я лично ралли быков не вижу. Далее у нас говорят по поводу того, что вивхед может достичь у нас 5 долларов раньше, чем ожидалось. Ну и, конечно же, самое время залетать на хаях в эту монету. Но, как мы понимаем, нахера и 5 долларов, да? И здесь было сколько? 4,87. И не дотянули до круглой отметки. Совпадение, да. И не дотянули буквально 3%. Ну и нам рассказывают, ребята, надо ждать, надо. Криптокиты покупают Avalanche по 52 доллара, на 52 миллиона. Но, на самом деле, я соглашусь, что Avalanche они, скорее всего, покупают. Но то, что покупают прям люто-люто, я не думаю, потому что здесь тоже было накопление. И накопление тоже около, получается, сколько здесь? 3 месяцев примерно. Ну и сейчас коррекция в районе 35%, там 30. Поэтому имейте в виду, что монета может подрасти. Но, опять же таки, сильно бы не загадывал. Доги у нас говорит, что идеальный момент для покупки Доги. Ну, конечно, блядь, до этого на дне болталась не идеальный момент. А сейчас, как только пошла в рост, самое время, да. И, видите, цену начали укатывать. И вот, кстати, смотрите, на 3.1 вы видели. Роффл справа был сейчас, если бы подгрузилась. Вот. Поэтому, ну, это забавно. И коррекция 30%. И как только мы пошли в коррекцию, начинают рассказывать, что самое время, да, покупать. Оптимизм достигает зоны возможности. Покупать сейчас или подождать? Вот это, блядь, самый популярный вопрос любому блогеру, там, эксперту и так далее, да. То есть и мне часто такие вопросы видите? Они знают, какие вы даже вопросы задаете. Понимаете? Мне там и всем остальным. То есть потому, что у них искусственный интеллект работает в реальном времени, а не постфактум, как у нас в 21-го года на истории, да. И, как видите, вот покупать сейчас или немножко подождать, еще спуститься, да. То есть, как многие любят спрашивать. И, по сути, оптимизм находится в положении накопления. Инвесторы воздерживаются якобы от продаж. Ну, и потеря критической поддержки 3 доллара. Ну, и вот многие так и спрашивают. А покупать сейчас? И вот это и называется неопределенность. То есть, неуверенность в своих силах, неуверенность в своей стратегии, что ты делаешь. И люди не уверены. И поэтому они спрашивают у меня, там еще у кого-либо. Ну, и здесь коррекция, кстати, уже 40% и пытаются монеты сейчас укатать. И, естественно, в преддверии хауинга максимально вытрушивают людей из альткоинов. Кто-то скажет сейчас медвежка, кто-то скажет, пойдем на 32. Да, ради бога. Но, если сейчас даже произойдет черный лебедь, я только рад этому буду, да. Только в том плане, что цена укатается и можно будет закупиться. Ну, как раз таки на этот случай мы 20% в стейблах и держим. Так ведь? Вы же держите. Ну, если нет, ну, ребят, ваш выбор. Цена полигон Матик дает смешанные сигналы. И криптокиты, похоже, накапливают Матик. И ежедневно адреса постоянно уменьшались. Но после падения в марте на бирже это все стабилизировалось. Ну, это новость за сегодня и совпадение, что сейчас нас загоняют в покупки. Вот, отчасти, да, когда цена летит камнем вниз. Вот. Это не ошибка сейчас покупать. Но, как вы понимаете, хоть может быть я одно не угадал в этот раз, но ничего критичного. Я его зато угадал 19-20 марта в январе. Ну, и плюс лето-осень 2021 года. Но даже если сейчас мы обновим лой, я только рад буду, что я ошибся, потому что можно будет еще дешевле закупиться. И получается, херено уже потом зарабатывать, когда после хаулинга льты попадают в рост. И будут расти и весь 2024, а то и 2025 год. Поэтому Матик тоже коррекция от 22-32%. Ничего критичного не произошло. Биткоин кэш достигла трехлетнего максимума. Ну, и нам говорит о том, что у нас там же хаулинг. Ну, и плюс различные индикаторы. Вот. TVL, Эстены у нас... Этены, я так понимаю. Да, Этена. У нас вырос до 2 миллиардов. И превесит ли успех опасения по поводу устойчивости. А риск типа Таралуна, потому что алгоритмический стейбл. Ну, и по факту та же Этена, она давалась в лаунч-пуле от Бинанса. Я ее холдю, я ее не продаю. Но на зеленых палках я говорил, что закупать не надо, потому что это все загон толпы. И плюс в преддверии коррекции это опасно. Криптомайнинг в Парагвайе под угрозой. Сенаторы пытаются его зарпортить. Ну, это я тоже уже рассказывал и показывал. Ну, и далее у нас сезон монет мемов сказывается на блокчейне Солана и обсуждает проблему устранения перегрузок в сети. И более 77% сделок без голосования провалились. Ну, и также генеральный директор Траствалит отмечает 75% отказов. Ну, и, естественно, это тоже гонево в отношении Соланы. Ну, не то, что гонево, да, это правда. Но, как мы понимаем, что, ну, на данном этапе конечно же не стоит печалиться по поводу того, что у нас может Солана укататься, потому что, ну, Солана такая рисковая монета. И, как вы понимаете, сейчас все корректируется и это вполне ожидаемо. Вот. Потому что Солану это тоже потянет за собой. Но какие-то монеты могут быть сильнее, какие-то слабее. Но в глобальном плане, даже сейчас, если вы докупаетесь, это не ошибка, потому что в долгосроке все отрастет. Вот. Я думаю, с этим понятно. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok